Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире праздничный Ифтар. Как сказал один из мудрецов, мы то, о чём мы думаем. Сегодняшняя наша тема — позитивное мышление. И в гостях у нас сегодня гештальтерапевт, ассистент кафедры психиатрии и медакадемии, психолог с тремя высшими образованиями Ассель Паимбетова. Ассаламу алейкум. Спасибо, что пришли к нам, уделили ваше драгоценное время. Пусть Всевышний примет ваш пост. Аминь. Как ваше настроение, как вы доехали до нас? Хорошо. Я доехала хорошо, спасибо. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что вы пришли к нам. Ассель Ильича, вы как психолог очень хорошо знаете о мыслях людей. Скажите, пожалуйста, что такое мысли? Мысли — это оценка наша того, с чего мы воспринимаем информацию из окружающего мира. И мы даём этому определённое значение. И это и есть наши мысли. А что такое позитивное мышление? Позитивное мышление — это то, что, например, мы воспринимаем информацию, и мы её воспринимаем именно позитивно. В последнее время позитивное мышление — это очень модная такая идея, которая применяется на многих тренингах личностного роста, мотивирует людей, в определённых организациях это используется, также бизнес-тренерами, лайф-коучами. Это очень широко применяется сейчас, позитивное мышление. А у нас в Кыргызстане есть такие тренинги, как вы говорите, вот так? По позитивному мышлению? Да, по позитивному мышлению. Тренингов очень много сейчас, масса тренингов. И можно самим посмотреть в социальных сетях, по рекламным роликам. И то, что вас устраивает, вы можете сами выбрать и тренера, и направление, то, что вам нужно, согласно вашим целям и задачам. Скажите, что такое позитивное мышление в исламе? С точки зрения ислама. Ну, с точки зрения ислама, если посмотреть, позитивное мышление — это всё, что воспринимается, всё, что происходит в жизни, как согласно исламу, это всё происходит по воле Всевышнего. И воспринимается это, даже если это произошло негативное событие, то его воспринимают в положительном свете, его принимают, что оно случилось, и ищут тогда уже ресурсы, как можно решить, какой позитив, какой позитивный смысл можно из этого извлечь, и может какой-то хороший опыт. И это приучает мусульман к терпению и к поиску решения о своей проблеме. Должны ли мы всегда стараться думать хорошо о людях? Мы, ну, в исламе есть такое, что мы должны думать позитивно о людях, это есть такое, но у каждой вещи есть своя сторона и обратная. Чтобы позитивно думать, это тоже может в привычку войти, видеть всё хорошее и благое в любом начинании, в любом человеке. Это тоже нужно развивать, но с другой стороны, если у человека возникают негативные мысли или, к примеру, негативные эмоции, то, возможно, иногда на них нужно обратить внимание, возможно, они сигнализируют о том, что у этого человека есть проблема в жизни. И если он будет только позитивными мыслями эти негативные мысли отгонять и чувства, то, возможно, тогда он не сможет решить свою проблему. И тогда позитивное мышление сыграет ему негативную роль, так как он будет избегать этой решения проблемы. Он будет закрывать глаза, что она есть. То есть, когда наступает проблема, нужно их всё-таки решать, да? Да, нужно их принимать, их разумно принимать, да. Не убегать от проблемы, не говорить, у меня всё хорошо. Даже если все люди говорят, у тебя проблема, например, или у тебя конфликты, а ты говоришь нет, позитивно мыслишь и говоришь, у меня всё окей, у меня всё прекрасно, то тогда это называется самообман. Скажи, пожалуйста, как пост влияет на мышление человека? Наши мысли очень тесно взаимосвязаны с нашим самочувствием. И пост, поэтому перед любым рамаданом мусульмане где-то за месяц-два, может даже больше, настраиваются на соблюдение поста. Так как человек, который придерживается, воздерживается от принятия пищи, воздерживается от определённых каких-то действий, то у него может возникать внутри определённый дискомфорт. И если следовать этому дискомфорту, он может привести, например, к каким-то негативным последствиям, может ссорам, конфликтам, к раздражению. И если человек будет это контролировать, настраивая себя на благое, то, возможно, он сможет извлечь положительное только из своего поста, и проявляя терпение, и останавливая свои негативные действия. Ну и тут тогда подключается наша сила воли, которая помогает нам удерживаться, может быть, от негативных мыслей и действий во время рамазана. Ну и не только во время рамазана, и вообще в нашей жизни повседневной. Но особенность рамазана, что если мы от этого воздержимся, то мы получаем очень большую награду от Аллаха. Миша Аллах. А как мысли меняют поведение человека? Это всё описано и в психологии, это описано в медицине, что если человек придерживается негативных мыслей, и, например, он настроен очень негативно на весь мир, то это может привести к ухудшению его здоровья. И это описано всё прекрасно в психосоматике, в разделе психосоматика, что, например, если человек часто испытывает гнев, то это отражается на работе его печени, и это отражается на цвете его лица. И, например, если человек очень часто печалится, то это отражается на работе его сердца. Вот все мысли, они связаны с нашим телом, с нашим здоровьем, и какие мы испытываем чувства, оно сразу будет отражаться и на нашем внешнем виде, и на нашем здоровье, и, соответственно, на всей нашей жизни. Надо сказать, что мышление очень влияет именно на здоровье человека. А на поступки как оно влияет? Нет. Но наше мышление, например, человек как устроен? Он воспринимает информацию, он ее перерабатывает, и у него возникают определенные мысли. И начинает он действовать. И в зависимости от своих мыслей, как он подумал, как он воспринял ситуацию, он может в соответствии с этим и действовать. Например, если он воспринимает, что вокруг все люди к нему доброжелательны, то и так же будет действовать доброжелательность сам. Но если он воспринимает, что люди вокруг все злобные, то этот человек будет воспроизводить только плохие поступки. Он будет как бы защищаться, но в защите это уже есть агрессия. Он может тогда, в случае защиты, он может так же и нападать на людей и словами, и поступками, и различными действиями определенными. А как нужно уметь контролировать свои мысли? Можно ли этому научиться контролировать свои мысли? Ну, контролировать свои мысли можно. Первое, это то, что применяется, это посредством силы воли. Мы можем контролировать свои негативные мысли. А второе, например, мы можем посмотреть, а что за негативными мыслями нашей стоит. Возможно, у нас стоит за этим какая-то проблема, и мы тогда решаем эту проблему, и негативные мысли уходят. Еще одна из причин наших негативных мыслей, это, возможно, наш опыт. Опыт, например, был у нас какой-то негативный опыт, и мы извлекли оттуда определенный смысл. И вроде бы все это прошли уже события, но мы помним все плохое, что с нами произошло. И когда мы уже даже в новой ситуации, нам ничего не грозит, но нам до сих пор наша память говорит, что это опасно, что это нехорошо, хотя этой ситуации уже нет практически. И человек начинает по своей памяти воспроизводить старое поведение. И часто это влияет, например, если в детстве родители неправильно воспитывали, или, например, был какой-то тяжелый период жизни, и после этого человек себя начинает вести агрессивно. Хотя никакой опасности для него уже и не существует, для его жизни, для его дел, для его семьи. То есть это остается в памяти, это влияет уже на дальнейшую жизнь, да, получается? А как можно, как вы говорите, стереть такие негативные мысли, чтобы они не мешали уже в дальнейшем? Ну, можно стереть это, например, путем размышления. Путем размышления, пересмотра своих взглядов на жизнь, на события определенные. Это можно сделать путем размышления. Или второй, например, можно обратиться к психологу. Психолог вот в этом помогает, пересмотреть все, что случилось, и, возможно, этот негативный опыт, он как-то сотрется, и у человека будет новый взгляд на свою жизнь. Он не будет уже собой нести этот груз старых каких-то тягостных воспоминаний, которые, может быть, ухудшают его жизнь нынешнюю, сегодняшнюю. Можно ли с вами ходить к психологам и брать консультации? Да, можно. Я считаю, что можно, потому что у любого человека есть часть, которую он осознает свои мысли и дает контроль, дает отчет своим мыслям и поступкам. А есть часть этой информации, которую он не знает. Это называется неосознаваемая часть. И эту неосознаваемую часть помогает осознать психолог и принять это. И, например, очень много, многие люди не понимают, что с ним происходит. А когда рассказывают психологу, то психолог показывает, в чем его проблема. Она внутри его или, например, между людьми. Это называется внутриличностный конфликт или, например, межличностные конфликты. Или, к примеру, возможно, он себя не понимает, обучает его, как себя понимать, как понимать того, чего ты хочешь, как ставить цели, как их достигать. Этому может даже обучить психолог. Он может дать ему информацию или, например, пересмотреть его отношение к определенным вещам. И тогда его жизнь, если клиент обращается к психологу, то его жизнь улучшается из-за того, что он начинает лучше себя понимать и понимать, что происходит вокруг. То есть человек начинает сам себя изучать с помощью. Да, он изучает и умеет на это как-то влиять. И его психолог обучает, как на это можно влиять и какая степень его влияния самого человека. То есть психолог просто получается как помощник. Человек сам решает свои проблемы. Конечно, да. Психолог помогает, у него есть определенная информация, у него есть определенные методики. Да, и он обучает. Он может дать информацию клиенту или может его обучить, как тот может, например, в каких-то ситуациях себе помочь самому сам. Как учить детей правильно мыслить? Ну, у каждого, у каждой своей нации, у каждой своей национальности, у каждого народа, даже в каждой семье есть свой какой-то стиль воспитания. И каждый стиль воспитания, он дает определенные плоды. Но в современном мире сейчас предпочтение дают тому стилю воспитания, чтобы ребенок умел выбирать сам. И, например, чтобы он не пугался ошибаться, чтобы он пробовал, чтобы он развивался. Вот. И даже если есть какие-то негативные, может, эмоции, чтобы он умел их переживать. Умел как переживать, так умел и сдерживаться. И как-то с ними обходиться, например. Может, брать минутку, может, время для себя самого, чтобы переосмыслить. Или умел разряжать эту энергию, например, в виде спорта. Может, в виде еще учебы, может быть, какой-то работы полезной. Может, благотворительность. Но энергию, чтобы это разряжалось. Вот этот стиль воспитания сейчас практикуется во многих странах. Чтобы не только и позитивный был настрой, но чтобы негативный тоже учитывали. Но из него извлекали опыт. Опыт для роста и для развития своего. Асередия, спасибо большое, что вы пришли к нам. Еще раз благодарю вас за ваше уделенное время. Надеюсь, что наши телезрители получили для себя очень интересную и полезную информацию. Еще раз поздравляю вас со священным месяцем Рамазан. И вот хотим вручить вам наши небольшие подарочки. Журнал «Ума». Есть тоже очень много интересной и полезной информации. И это для вас. Спасибо большое. И вам спасибо большое. А нашим телезрителям хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях была гештальтерапевт, психолог Асельба Ембетова. С вами была передача «Праздничный стар», ведущая я и Пили Алтынбекова. Увидимся с вами совсем скоро. Ассаляму алейкум. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!